приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня поговорим про биткоин и что нас ждет будущем на текущий момент мы видим что сила очень большая и соответственно делаем выводы что будет и дальше расти вопрос до скольки что на этом скорее всего он не остановится даже на 30000 скорее всего он будет пробивать какой-то момент до могут быть локальные какие-то коррекции выросли до проторговались выросли какими-то такими движениями будет россии что сейчас на данный момент происходит а я говорю что вижу что это ложный рост но сейчас уже видно что это настоящий рост да есть определенные показатели которые до сих пор еще мы не достигли не показали их но зато есть другие детали которые уже показывают дальнейшем росте соответственно что сейчас можно сделать это получается сейчас биткоин накачивается вы прекрасно видите что рост биткоина больше чем альткоинов да некоторые отклоны исключение из правил которые растут на опережение биткоина но все же большинство все-таки отстают и более того некоторые даже где-то здесь да где-то вот здесь торчат то есть им еще далеко далеко впереди это соответственно в данный момент мы можем я могу предполагать что в скором времени из биткоина будут переливаться деньги вальты как это в принципе исторически так сложилось что сначала биткоина растет потом они переливают вальту и на альте дополнительно еще зарабатывает ну и соответственно сейчас мы можем сделать выводы что сейчас лучше все-таки присмотреться к покупкам альтам те которые до сих пор еще не хорошо выросли сейчас они довольно привлекательная стоимость у них просадка примерно многих альткоинов в районе где-то 90 процентов что очень неплохо и соответственно даже если кто-то ожидал и до сих пор ждет и не приобретал до соответственно есть еще возможность приобрести и зайти в рынок что может помешать росту рынка конечно это какая-нибудь через чайная ситуация до черный лебедь которую неожиданно появится и соответственно рынке на него на эту сильно отреагирует и упадут например если рыбал объявить ценой бумагой либо какие-то пойдут ужесточение с регулирующих органов отношения криптовалюты в общем есть такие моменты которые знают только инсайдеры мы к сожалению это не знаем и соответственно надо быть готовым и к этим сценариям но так как мы не можем предугадать это поэтому просто-напросто следуем логике что постепенно лучше двигать стопы от уровней и сейчас как раз на мой взгляд еще не поздно зайти в дальнейшем уже конечно доход будет намного меньше и все больше и больше возникнет желание что уже куда входить рост уже довольно значительный нет уж я дождусь а рост продолжается продолжается и в итоге вы пропускаете весь бычий забег то есть вы понимаете что его ждем 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 несколько лет и потом буквально за меньше чем полгода мимо нас он пролетает конечно это очень обидно когда ты ждешь ждешь а в итоге он улетел без тебя соответственно пока еще не поздно есть возможность залететь если шансы для падения есть они конечно но сейчас они уже не столь выраженные как были ранее сейчас появились еще дополнительные сигналы в пользу продолжения роста причем были отдельные которые было трудно уловить связь потому что они были противоречивыми и поэтому было трудно понять что это означает она сейчас уже все понятно к чему это означает я предполагал что это к этому но все-таки хотел подтверждение вот и подтверждение уже вижу соответственно сейчас bitcoin скорее всего на этом не остановится как я ранее говорил проходная зона у нас в в этой зоне где-то 26 до 30 тысяч а дальше есть определенные препятствия и дальше я думаю мы как раз уткнемся в новую очень важную зону она исторически сложилась это в районе 40 тысяч соответственно вряд ли мы ее пробьем и мы до нее где-то вырастим то есть в районе наверное пожалуй на 35 может быть тысяч долларов вряд ли мы сможем сильнее вырасти потому что до сих пор еще нету какой-то особой ликвидности для того чтобы расти до пиковых значений или обновлять их поэтому надо это иметь ввиду что ликвидности до сих пор еще не той которая раньше раньше печатали печатали был ажиотаж был в начале еще приход новых людей в общем там были такие вещи которые позволяли появляться деньгам в крипто рынке сейчас же например рок институциональные инвесторы побаиваются жду все-таки вот этого самого регулирования которое происходит двух тысяч на двадцать третьем году хотят все-таки понять что и как обезопасить себя и только потом будет вклады то есть это скорее всего где-нибудь не раньше двух тысяч на двадцать четвертого года они решат все-таки вновь вернуться в крипто рынок а до тех пор пока в крипто рынке будет дикой нехватка ликвидности но это не значит что крипто рынок не может россии на текущий момент мы наблюдаем что вот это у нас есть линия сопротивление мы сейчас в нее уткнулись нам важно зафиксируется нос и соответственно в дальнейшем мы можем дальше лететь вверх скорее всего мы можем вырасти здесь еще немножко корректироваться но как я замечал раньше бывали такие моменты довольно нередкие когда у нас в какой-то зоне есть проторговка и цена вместо того чтобы просто прийти к ней проторговаться она пролетает ее немножко там торгуется и дальше летит то есть возможно мы эту зону даже сможем пройти но не факт конечно это не всегда так происходило поэтому здесь конечно трудно сказать что будет по-настоящему в дальнейшем конечно когда мы достигнем в районе около 40 тысяч в дальнейшем скорее всего будет уже падение причем довольно сильное падение вряд ли это просто будет какой-то коррекция с последующим ростом скорее всего мы вновь упадем и мы можем упасть к своим вот этим значением к 25000 а быть может быть даже и больше если будут какие-то какой-то негатив в целом что по рынку фондовому рынку фондовый рынок не достигал своего до однако это не значит что фондовый рынок не может расти то есть вот он растет растет падает потом растет растет буквально немножечко проторгуется и потом падает у нас была такая аналогичная ситуация в 2018 году когда фондовый рынок начала расти а bitcoin не рос и рос только после того как фондовый рынок достиг своего финального падения только после этого начала расти поэтому не будем исключать эту возможность этот сценарий так как у нас как я говорю а денег особо нету в рынке и поэтому возможно даже такой сценарий и произойдет поэтому будьте внимательны будьте осторожными а на этом все желаю всем профита всем до скорых встреч